Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Не удивляйтесь, если на улице к вам подойдут и спросят, а что тут у вас есть интересного посмотреть, где вкусно кормят и какая гостиница лучшая в городе. Ведь мы уверены, наши люди плохого не посоветуют. А в какой город мы отправимся сегодня решит игра «Камень-ножницы-бумага». Я увидела, наверное, что-то очень дорогое. Внутрь очень опасно заходить. Я уже представляю, здесь кофеечек. Такая прекрасная кованая лестница. Вижу салатики. Ох, шикарно. У меня вот такой точно был бы где-то. Привет, это «Камень-ножницы-бумага». Березовка и Круглая. Для чего туда ехать и, главное, зачем? Какие сувениры туристы везут из Березовки и как в Круглая попали картины, о которых мечтает Третьяковка? Сегодня это узнают наши туристы Лена и Олеся. Олеся любит роскошь и себя на фоне роскоши. В путешествиях всегда ищет самые дорогие места и лучшие рестораны. Даже если может показаться, что в городе негде тратить деньги, она непременно найдет это место. Лена замужем, мама маленькой дочки, ищет самые экономные места, где можно хорошенько отдохнуть с семьей. Умеет экономить и знает толк в бюджетных путешествиях. Привет, Лена, привет, Олеся. Привет. Сразу скажу, что я подготовила вам два города, названия которых вряд ли вам что-либо скажут. И вряд ли вызовут какие-то ассоциации. Это Березовка и Круглая. Ассоциаций много. Березовка, много берез. А Круглая много кругов? Да, много кругов, точно. Круг, знаешь, такой круг, да. Я узнаю, почему Круглая называется Круглая. Ну, я так понимаю, что в этих городах вы не были и вообще не знаете, что там, как и чего. Нет. Нет. Хорошо. Я предлагаю вам сыграть в Камень, Ножницы, Бумага для того, чтобы определить, кто же куда поедет. Камень, Ножницы, Бумага. Раз, два, три. Березовка. Ну, мне, соответственно, Круглая. Ну, и же там круговое движение. И я напомню вам, что вы можете пользоваться только подсказками местных жителей и никакого интернета. Принято. Ну что, поехали? Поехали. Березовка – это город, который расположился в Лицком районе Гродненской области. Кстати, сам по себе город довольно молодой, ведь он был основан в конце 19 века. Что у вас можно посмотреть? У нас можно посмотреть наш завод. Стеклозавод? Музей стекла художественного. Заводской музей. Музей стекла. Решила отправиться в музей стекла. Я хочу вам рассказать одну очень интересную легенду. Однажды по пустыне шел караван с купцами. Так вот, купцы решили передохнуть, перекусить и разожгли прямо в пустыне костер. И откуда ни возьмись, появилась гроза. Вот в пустыне появилась гроза. Это что-то вообще невозможное. Более того, молния ударила прямо в костер. Купцы, увидев это, испугались, разбежались и пришли только к костру на утро. И что вы думаете, они увидели? Они увидели новый твердый прозрачный материал. Это и было стекло. Так купцы догадались, что стекло можно получить плавлением чистого кварцевого песка при высокой температуре. Мы прибыли в Круглое. Статус города это местечко получила относительно недавно. Существует легенда, что Екатерина Вторая, когда проезжала в этом месте, очень долго не могла найти выезд. Ну и, соответственно, ездила по кругу. Отсюда, якобы, и произошло название городка. В плане достопримечательности глухо. Меня интересуют достопримечательности Круглого, либо район. Ничего не знаете? Мне не приезжают. А там что интересного есть? В Дудаковиче? Там церковь такая есть. Ну, вот сверх костел какой-то, но он разрушенный. Там якобы находится разваленный какой-то очень старинный, красивый церкви. Деревня Дудаковича известна еще с 1506 года, когда ее владельцем был князь Иван Дуда. В 1824 году монахи доминиканского ордена построили каменный костел. Однако совсем скоро местные власти изгнали их из деревни, а эту церковь отдали православным верующим. Костел местным жителям не был нужен, поэтому его разобрали, а на его месте построили православную церковь в византийском стиле. Службы здесь проводились вплоть до 1917 года. Потом это здание использовали как зернохранилище. Но когда начала протекать крыша, на ремонт денег не было, соответственно, по сей день оно остается вот в таком виде. В 1990 году у этой церкви был шанс на реставрацию. Местные жители даже собирали средства. Но по непонятным причинам реставрацию до сих пор не осуществили. Большая часть местных жителей меня отправила в музей, поэтому сюда я и пришла, кстати, в музей стекла. Ну что, настало время экскурсий? Сергей, скажите, пожалуйста, что у вас есть такого необычного, может, старинного, дорогого, аристократического? Ну, такое вот все для меня в этом музее. В самом начале музея нашего, это стенд, где начинается история нашего завода. Сергей, извините, что перебиваю вас, но мой взгляд ушел резко так направо. Вот я увидела, наверное, что-то очень дорогое такое, да? Тут очень много золота. Это стекло очень дорогое, его очень тяжело сварить. Но наши местные мастера его умели варить, наши технологи, и простые деревенские люди могли его вырабатывать. И так вот красиво очень декорировать. Мне экскурсовод показал пару старинных экспонатов. И вот, извините, Юзеф Столе. А, то есть имену и такой экспонат. Это оригинал. Здесь было тысячу лет. Эта трубка, да, она не меняется. Че есть? Да, да, да. И все время причем нужно вращаться в рубочку, вращаться. Ну, тяжело. Заметьте, в Арибе очень много цветного стекла. Почему? Потому что получить чистое стекло, как слеза, было очень тогда тяжело. Скажите, самый дорогой экспонат? Она должна быть стоять в Брюсселе. Это копия стоит. Она сделана из пяти частей. Причем верхний час, она колос называется, вытачивает стекло-лоски вручную. А недавно завод приступил к изготовлению стеклянных шахматов. Кстати, изготавливают их местные художники. Входной билет стоит 10 рублей. В эти 10 рублей входит еще экскурсия по самому заводу. В 1896 году был построен первый стекольный паровой завод. Кстати, построили его на лесной даче. Через 8 лет его сдали в аренду. И, в принципе, можно сказать, что тогда завод и стал процветать. А вместе с ним и город. Даже в условиях мирового экономического кризиса половина продукции всегда шло на экспорт. Ведь это наше родненькое такое вот хорошее качество. Эх, какая красота! Внутри очень опасно заходить. Сыпется кирпич. Ну, хотя бы посмотреть одним глазком на былую архитектуру. И встретился там даже местный житель. Проезжают и на мотоциклах, и на машинах фотографируются. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выделила, наверное, что-то очень дорогое. Внутри очень опасно заходить. Сыпется кирпич. Городом Круглое стал совсем недавно, где-то около года. И поэтому с достопримечательностями как-то там не очень. Местные отправляли Лену в деревню Додаковичи, где сельские жители уже который год спасают Покровскую церковь. Но пока безуспешно. В Березовке с достопримечательностями как-то бы веселее. Местные жители отправили Олесю в музей стекла. И как с острова Мурана туристы везут муранское стекло, так и с Березовки везут неманское стекло. Билет в музей стекла стоит 10 рублей. И посмотрим, какие же гостиницы, по мнению местных жителей, лучшие в городе. Есть агроусадьба на территории, там возле Немана. Я ее фамилию не помню, но Оксана знаю, что. Возле Немана усадьбы. Возле Немана. Ну, усадьбы есть. Вот мне так стало интересно, что же там за девушка Оксана такая известная. Оказывается, у этой Оксаны есть усадьба. И вот я здесь, в той самой знаменитой усадьбе. Та-дам! Так, ну что, я попала в свой номерок. А точнее, я бы, наверное, сказала, что это белорусское шале. Пруды. Пруды? Что за пруды? Там много уток? Нет, там не утки, там все. Зона отдыха у нас есть такая. Я поехала туда жить. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас настолько огромный комплекс, я теряюсь, но я очень хочу провести здесь ночь. Что вы мне можете посоветовать? Смотрите, я вам могу предложить номер гостиницы одноместной. Стоимость его составляет на сотки 38 рублей. Вот такую кровать, честно говоря, за всю историю своих путешествий я еще не встречала. Я попала в домик, словно по интерьеру Бабы-Яги, наверное. Сейчас проверим. Лес, речка, вот везде это дерево. И почему-то такое настроение сразу сонное, потому что наступает полный релакс. Мой номер расположен на втором этаже, и к нему ведет вот такая прекрасная кованая лестница. И вот, собственно говоря, мой номер. Первое впечатление небольшой, но очень уютный. И кровать, кстати говоря, не маленькая. Удивило то, что кровать не односпальная, а полуторка. Для одного человека, согласитесь, это роскошно. Оценим мягкость кровати. Вполне подушечка мягкая. Я так понимаю, это камин. Не, ну это здорово. Вау! Даже есть мини-кухня. О, тяжелый, честно. Ничего себе, сколько он весит, интересно. Так. И первая трудность, которую я легко преодолею. Так. О, получилось. Есть терраса, по которой можно прогуляться вообще вокруг. В окна к соседям заглядывать не будем, но говорят, что можно обойти по террасе весь дом вокруг. Насладиться видом, так сказать, со всех сторон. На моей памяти, сколько я езжу по Беларуси, настолько огромного туристического комплекса я еще не видела. Есть фен, есть умывальник. Мыло с прекрасным запахом. Так, значит, у нас напорчик слабоват. Но, к сожалению, беде. Беде. Друзья мои, есть бойлер. Если же у вас нет горячей водички, то вот оно спасение. Огромная ванная комната. Так, мыло есть. Не вижу таких вот фишечек в стиле там одноразовый гель-шампунь. Но я, слава богу, девушка запасливая, у меня все с собой. Есть общая кухня. Поэтому, если вы приезжаете с детьми, с семьей, по-моему, это огромный плюс. А вот, собственно, та самая общая кухня. И, насколько я понимаю, здесь есть все. Абсолютно все для того, чтобы приготовить любимые блюда. Микроволновая печь. Плита раз. Плита два. Так, выйдя на улицу, можно еще увидеть, что вот прямо возле твоей хижины, так называемой, есть вот такая вот зона. Где ты можешь, в принципе, отдохнуть, в первую очередь. Вот гамачок. Я уже представляю, здесь кофеечек. Какой-нибудь обед. Такая вот красивая природа. В общем, в номере есть все доступное для хорошей жизни. И отдала я за него, не поверите, всего 100 рублей. Если будете в Березовке, не удивляйтесь, что на вопрос, где у вас тут лучшая гостиница, местные ответят, вам нужно к Оксане. Оксана – это хозяйка лучшей агроусадьбы в Березовке. Именно туда Олесю и отправили. Камин, личная терраса и все это за 100 рублей. Олеся, привыкшая к лакшери, осталась довольна. В Круглом тоже есть апартаменты класса люкса, вернее, это целый гостиничный комплекс, где есть номера на любой вкус и стоимость. Лена выбрала бюджетный вариант всего за 38 рублей. И осталась довольна, минусов она там не нашла. Теперь узнаем, чем же в Круглом кормят туристов. Город Круглый – это, пожалуй, единственный город, в котором я не буду спрашивать мнение горожан о том, где мне поесть. Потому что кафе здесь одно, а значит, мой выбор ограничен. Ну что, попробуем местную кухню? Ну, потом оказалось, что нет. Есть еще ресторант. Немноголюдно. Достаточно большое кафе, хочу заметить. И меня уже встречает. Здравствуйте. Могу ли я вкусно и недорого поесть? Можете. Что вы можете мне предложить? Пицца, суши, ассортименте. Суши? Так, Филадельфия. 295 граммов 8 рублей 60 копеек. Но для меня это очень большая порция. Мы можем предложить полпорции. Пыталась узнать, где же у вас есть роскошный какой-нибудь ресторан на берегу Немана. Где у вас можно пообедать? А пообедать у нас есть кафе. Как пройти? Заводское. В столовую, наверное, в заводскую. В столовую. Это кафе заводское. Увы, как говорится, сэль-ляви. Местные жители меня отправили в самое лучшее кафе, но не могла я пройти мимо, чтобы не перекусить здесь. Так, здесь самообслуживание. Вижу салатики. Так, салатики. Ну, такие аппетитненькие. Свеженькие. А это борщ? Вот на второе. А что у вас есть? У нас есть с карнира пюре, гречка. Ага. У нас есть филе куриное, шницель, лепеточек. Слушайте, ну, выбор действительно зашкаливает у вас. Не зря местную жизнь меня сюда отправили. Я хочу, наверное, гречку и хочу куриное филе, вы говорите? Да. Честно говоря, не ожидала, что вот филе курицы будет, вот я вам не совру, вот такого размера. Ох, шикарно. Четыре ролла, и я буду сюда. Спасибо. А можно я вилочку попрошу? Я не умею палочками есть. Очень радушные женщины. Даже ножик. Спасибо большое. Кофе мне не пожалели. И даже ложку сразу воткнули в чашку. Так, ну что, приступаем к дегустации холодничка. Вообще, я люблю холодник, а когда еще на улице так жарко, как сегодня, то, наверное, это самое лучшее блюдо, летнее блюдо стоит отметить. Мне кажется, немножко сладким. Пробуем. Наисвежайшие, говорят. Вкусно. И рыбка очень даже. Забыли, правда, про васаби, и суевый соус, и имбирь. Но я напомнила. А имбирь, а васаби? Пожалуйста, имбирь подай, не входите в васаби. А, все есть. Есть, есть. Васаби забыли? Ну ладно. Боже, как я давно не ела гречку. Курочка, конечно. Обратите внимание, очень больших размеров. За 4 рубля, вот за эту всю еду, это очень дешево. Достаточно свежая. Так, ну и салатик. Напоследок. Мне кажется, он с местного огородика все-таки. Потому что овощи достаточно свежие. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Такая прекрасная кованая лестница. Я уже представляю, здесь кофеечек. Ох, шикарно. 4 ролла, и я буду сюда. Вижу салатики. Так, салатики. Круглом есть всего одно кафе. Это, так сказать, центр городской жизни. Там даже стрит-тиз по вечерам показывают. Смешно то, что самое вкусное блюдо в этом круглом кафе – это суша. Правда, Лене не принесли васаби, но она сказала, что действительно все было вкусно. За обед она отдала 6 рублей 10 копеек. В Березовке ресторанов нет, только кафе. И поэтому местные жители посоветовали Олесе отправиться в заводское кафе. Якобы оно самое лучшее. Ну, не знаю точно, но точно самое дешевое. За комплексный обед Олесе заплатила 4 рубля. Ну, а теперь по программе развлечения. Из развлечений, я так поняла, в Березовке, наверное, ничего нет. И я узнала, что в моей же усадьбе можно напрокат взять моторную лодочку. Ура! Настало мое любимое время, время развлечений. Вот, представляю вам своего инструктора Валерия. Валерия, здравствуйте еще раз. Вот, вам вообще не страшно обучать блондинку управлять лодочкой? Нет, ничего сложного нету. Вы научитесь с первого раза. Да? Так, это у нас рычаг, да? Да, это вот скорость. А тормоз, газ? Тормоза нету ничего. Если только рукой дают газ, ну, дают газ, и она увеличивает скорость. Если надо остановиться, ты просто ставишь ее обратно в нейтральное положение. Как люди отдыхают? Вы знаете, мы не отдыхаем, мы работаем. Сейчас самый сезон заказа. Там, по газамруду сходите. И на прудах у нас. Да, пруды. Естественно, все развлечения сконцентрированы там. В самом кругу, можно сказать, их бесполезно. Ну что, переходим к развлекательной части программы. Кстати, за развлечениями я далеко не ходила. Решила посмотреть музей, и не один, на территории этого комплекса. Погнали! Мы с вами находимся в доме музея русского художника-передвижника Николая Васильевича Неврева. Мы находимся сейчас в доме, в котором он провел свои последние годы жизни. Здесь, смотрите, представлен его автопортрет. Вот так. Вот это он, тот самый художник? Да, это он, тот самый художник. Красавчик, судя по всему, был. У нас представлены только репродукции его картин. Почему? Ну, так получилось. А оригиналы где можно посмотреть? Оригиналы можно посмотреть в Третьяковской галерее. Какие-то мрачноватые картины. Ну, понимаете, он высмеивал пороки власти. То есть, его картины тогда были запрещены. Я покаталась на такой хорошей скорости за 10 рублей. А можно отпускать? Так, колонна там. Нормально все, да? Мы никуда не врезаемся. Мне кажется, это покруче, чем машину управлять. На моем лице уже видны слезы счастья от ветра. Ну, что я могу сказать? Спасибо вам большое. Это было драйвово. Это было завораживающе. И было очень интересно. И мне, как девочке, все-таки, вы заметили, было немножко страшно поворачивать на скорости. Такой молодой и юный Октябрь спеет дети. Даже здесь без Ленина не обходится. Меня больше, на самом деле, заинтересовал музей, посвященный тематике СССР. Потому что я девушка, которая выросла в период Советского Союза. Это все мое родное, ностальжи. Музей СССР. И музей, на самом деле, меня очень поразил размахом. Класс, какая штука. Нашла свой кассетный магнитофон. У меня вот такой точно был магнитофон. Я его гоняла, кассету по кругу, с песнями. Боже, я даже не помню, какие песни я слушала в то время. Подержала здоровенный фен в руках. Это фен? Это фен. Вот это одевалось на голову. На себе продемонстрируете, как это работает? Тяжело было нашу женщину. Она тоже нелегкая. По-моему, проще на ветру волосы обсушить. Это ужас какой-то. Это нечто несуразное. Даже в мое время я такого не помню. Разве что в парикмахерских. Форма, ностальжи. Я была пионером. А можно забрать галстук? Я посетила один и второй музей. И отдала за посещение по рублю. За каждый. Итого два. Привет, девчонки. Как съездили? Отлично! Великолепно! Почему круглая-круглая? Я узнала. Там в свое время проезжала Екатерина II. Через круглая. В то время это было местечко. И она блуждала по этому городу кругами. И не могла найти выход. И поэтому, якобы по легенде, назвали это место круглое. Потому что она ходила по кругу. А Березовка почему? А Березовка, потому что там много, наверное, берез. Ну, на самом деле... Ну, это не точно. Это не точно. Березовка славится стеклозаводом. Это вот именно то предприятие, которое помогло городу расцвести. Ну что, давайте поговорим о ваших развлечениях. Они как-то не особо отличались национальным колоритом, так скажем. Я с удовольствием погрузилась в атмосферу Советского Союза, побывала в музее тех времен. Кстати, очень дешево. Получается, ты за два музея заплатила всего 2 рубля. Олеся? А я за развлечения заплатила 10 рублей, но зато я умудрилась поуправлять моторной лодочкой. Тебе кто-то доверил? Мне доверили. Хорошо, молодец. Давайте посчитаем потраченные вами деньги. Олеся в Березовке потратила 124 рубля. Это немало. Опять шуканул. Мало. По сравнению, как обычно. Лена в Круглом потратила 46 рублей 10 копеек. Ну, понятно, кто выиграл. И наверняка местные жители дали Лене более полезные советы, чем тебе, Олеся. Лено, поздравляю тебя. Это был проект Камень, ножницы, бумага. Вместо того, чтобы 7 раз отрезать, лучше один раз спросить у людей. Они плохого не посоветуют. Отправляйтесь в путешествие и проверьте все на себе. Пока. Круглянцы. Круглянцы? Да. Или круг... Нет, нет, это круглянцы. Прилечь так, чтобы не переклиться. А, нет, это не камак, это, наверное, сиденье такое. Кастрюльку я нашла, но что... Так, ну, есть один косячок. Тарелочка. Битая. Ну, а то на всю страну потом скажут, что Лена поросенок. Вау, давай, Санчес, главное тебя в камыши не пустить. Битая. Битая. Großинь. Битая.